Жизнь же ведь, честно говоря, на этом не заканчивается. Денис буквально неделю назад вернулся с последних сборов в Германии. Там он надеялся, что все еще изменится. По крайней мере, как уверяет спортсмен, ему так обещали тренеры. Но, увы, удачное выступление в Эберсдорфе в зачет не пошло. Прошли даже соревнования в Эберсдорфе. Я с Ехиным и Женесным опять-таки прыгаю, то есть в ту же длину. На гонке я у него выигрываю время. Но остается большой загадкой, по какой причине так отстаивают. Либо там какая-то материальная составляющая, либо там политические какие-то там интересы. Как уверяет Денис Исаакин, еще в начале сезона, летом прошлого года, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров озвучил критерии отбора спортсменов в Олимпийскую сборную. Речь шла о рейтинге, который составляется по очкам, набранным спортсменами за сезон. По нему Исаакин и ориентировался. У нас три человека в этом году набрали эти очки. То есть из этих трех я иду вторым номером. То есть у меня шесть очков, там у Панина Ивановна десять. У Климова, который вкусом там зацепился за тридцатку, был тридцатым. Вот, у него одно очко. То есть у Набиева Нияза три очка, это с того еще сезона. Вот, в этом году он не показал ничего. Вот этот кубок России, он забывал в прошлом году. Особенно за Дениса переживает его мама. Говорит, что никогда за всю его карьеру не вмешивалась в спортивную кухню. Но теперь молчать не может. Любой матери хотелось бы, чтобы прояснилась ситуация. Не то, что единственный, вот он должен поехать. Нет. Но я хотела бы прояснить эту ситуацию. По каким принципам и критериям отбираются спортсмены. Что еще нужно сделать для того, чтобы доказать, что ты сильнейший. Родственники Дениса написали письмо Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. Они верят, что Денис достойный олимпиец. Чем обернется эта история, станет известно, наверное, лишь после Всемирных игр. Денис Исаикин же, несмотря ни на что, уходить из большого спорта не собирается. Елена Чередина, Дмитрий Рыженко, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.